Говори на ТВК Кому-то по колено горы, а кому-то трава. На улице 26 бакинских комиссаров красноярцы утопают в зелени. Проблемы как минимум две. Заросли крапивы, которые обжигают кожу особенно любознательных детей и растения, аллергены, из-за которых у местных жителей ухудшается самочувствие. Люди говорят, дорожки не косят примерно с середины весны. Местные не могут пройти до остановки, поэтому сквозь слезы и траву протоптали путь самостоятельно. По словам красноярцев, такая ситуация повторяется из года в год. Кости не может быть сквозь, трава начинает цвести. Люди аллергики. Полы не особо. И вот еще покажу сейчас тропинку, где на остановке. Асфальтированная тропинка. Все позаросшие бурьяном. Заросшие тропинки и дорожки – проблемы не только красноярцев. С высокой травой борются и в соседнем Девногорске. Все. Заросло травой, школа номер 4. Вот, пожалуйста. Все в бурьяне. Все. Абсолютно. По коленам. Ничего не убирается, ничего не делается. Косить траву – обязанности управляющей компании и подрядчиков мэрии. Эти участки относятся к муниципальной собственности, поэтому и работы выполняются в рамках контрактов. Если вы столкнулись с подобной проблемой, вам необходимо обратиться в управляющую компанию или в службу городского хозяйства. Номер вы сейчас видите на экране. Как ходить – неизвестно. Кругом едут машины. Проход только через дорогу. Месяц назад на проспекте Красноярский рабочий возле предмостной площади установили ограждение. Местные жители остались в недоумении. Как теперь быстро и безопасно перейти на другую сторону улицы? По словам красноярцев, ходить рядом с бесконечным потоком машин невозможно. Риск попасть под автомобиль многократно вырос. Доброе утро! Не безопасно проходить здесь? Доброе утро! Каждое утро хожу в этом районе. Очень сложно. Я теряюсь. Загадка, как не перейти так, чтобы для меня это было безопасно. И люди то же самое. Не знают, куда ходить. Или туда ходить, или с той стороны ходить, или здесь. Но перехода нигде нет и везде опасно ходить. Однако в мэрии новостям ТВК сообщают, забор установили специально, чтобы жители не переходили дорогу с плотным потоком машин. В департаменте городского хозяйства говорят, до конца сезона специалисты рассмотрят возможные безопасные варианты передвижения пешеходов. А пока красноярцам остается ходить по соседству с автомобилями или идти до ближайшего пешеходного перехода на Кольцевой улице. А напоследок, по традиции, добрые городские новости. На центральной набережной Красноярска установили новую инсталляцию «Белые шары». Зрители ТВК ласково их называют гигантскими бусинами. На сегодня это все, а мы ждем ваших историй. Делитесь тем, что накипело, но и не забывайте о добрых новостях. Говори о важном, говори на ТВК. Еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»